Всем привет! Тренировки турнира Грюнденс Паллопен в Астрахани продолжаются. Перед вами уже четвертая часть этого видеодневника. И сегодня, как уже говорил в предыдущей серии, мы отправимся в нижнюю часть акватории в окрестности города Астрахань, где продолжим изучать эти места, проверять уже найденные локации и подбирать ключи к рыбе. Ловим на большой глубине, на сильном течении, на подобный монтаж. Сейчас происходит поклевки, но судак не может затечься. Возможно, как раз таки из-за этого грузика. Головей припадет. Ну, я думаю, сюда можно снимать. Много размера, хотя бы одного зачёска надо снимать. Такой вот судачок, встали немножко на снос, вставали выше, было очень много пустых контактов, встали градусов, наверное, под 45, и вот с первого запроса. Ой, красавица. Поклевка конь. А видел, как я его всё, по-чулановски. Смотрели как основную Волгу в поисках судака и жереха, так и залазили в заливы в надежде поймать щупу. Музыка 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 все ломать все-таки вставать на 6 сейчас ну по крайней мере здесь в этот день рыбы клевал хорошо и мы без труда поймали несколько зачетных судаков также успели уделить время подбора приманок и постановок на найденные места так как на нижней волке много мелкого хищника и незачетного судака то для того чтобы нам добавить точку в активное соревнование нам было необходимо поймать с нее на тренировках хотя бы одну зачетную рыбу после того как проверили места и убедились что на них стоит зачетная рыба и решили что эти точки эти локации было бы хорошо посетить в туре мы отправились к нижней границе той зоны которую запланировали на тренировках и выбирали мы эту границу с учетом особенности корпуса лодки и мощности мотора также ориентировались на те данные которые собрали во время подготовки к турниру дома до открытия турнира остается не так много времени сегодня у нас получается четвертое неофициальная тренировка перед официальными тренировками потом еще будет 2 тренировки официальные до всего получается ну божка и 5 с половиной тренировок осталось хочу немного показать приманки в общем ловим на все подряд пробуем всякое разное поролон джик с резиной пробуем так сказать я вялые сиси пробую на метку и достаточно крупные приманки на прям здоровые у нас поклевок не было но на средние такие это дюймов 6 7 8 лет что еще что еще что еще вот тут нас такая коробочка стрелами с фильтрами и сказ мастерами но это еще не все они остальные приманки убраны и тут можно сказать самые такие основные рабочие хорошо работают космастеры неплохо работают тейлы но космастеры работают лучше с фильтрами джигаловки и всякие коробки с приманками они у нас тут по лодке так не очень хорошо раскиданы но всегда пробуем что-то новое там стараемся какую-нибудь приманку эдухую достать из дальних так сказать пакетов и возможно она будет работать поэтому пробую всякое разное даже вон воблеры лежат две коробки джигалов также чекурашки и кастинговый комплект на него не было ни одной рыбы на крупной приманки не клюет сейчас занимаемся поиском настроение в целом хорошие хоть и устали от ранних подъемов миша приехал все не дает выспаться 3 40 где-то в 4 мы встаем выходим на воду тренируемся один день только вот проспали не завели будильник и вышли на воду 8 и но снова приходим ближе к закату но иногда вот например вчера меня не масло поэтому закончили где-то тренировку часов 6 вообще пока ситуация такая спорная трудно и ты прогнозы строить на тур по результату тоже скорее всего как мне кажется очень много рыбы поймает местные потому что но в астрахани много проток ериков которые ну прям надо реально знать потому что даже вот мы с мишей на одной из тренировок заходили в мелководный такой ерик то есть там при заходе мы сели на мель дальше шли по глубине на 30 40 50 сантиметров иногда была глубина в речке метр-полтора ну на поворотах то были яма до 10-15 метров но не суть вот и как бы забрались по этой речке далеко но даже там встретили экипаж который видимо хорошо знает это акваторе цене там все на полном ходу на полном на глиссере поэтому мне кажется что вот именно такое знание акватории будет важнее всего остального приезжие например экипажи они в основном но насколько вот мы видим ловят на волге на бузане про бузан но я думаю про балки так уже все понятно что там зачетная рыба особо нет но как бы есть но она прям на грани и ну не сказать что там мне что-то выдающие тебя почему туда стоит ехать однако там стоянку доходят многие экипажи где-то 10-15 экипажей мы там стабильно вот когда ходить на тренировки видели что еще сказать нашли там одну прикольную ямку с которой были прям стабильные поклевки хорошего но такого зачетного судачка вот но ради нее до одной идти наверное такое себе занятие поэтому дорабатываем акватории мы сейчас находимся вот в астрахани и пытаемся найти еще несколько точек мест для судака чтобы но гарантированно им попытаться закрыться судак сейчас ловится не крупный наверное от кила до двух но если говорить про зачетного то есть там трешек четверок-пятерок нам не попадалось да и по фоткам других спортсменов но никто ничего особо не выкладывает нас выкладывать то какую-то мелочь но мне кажется что все равно возможно кто-то поймал какую-то крупную рыбу на естественно выполнено видео тренировку увидите уже после турнира но сейчас хотелось поделиться какими-то своими мыслями по поводу тренировок чтобы так сказать свежая информация свежая мысль работ идет давай Сюда она встала. Вообще не понимает. Опа! Или вот. Там жерех четверый наверх. Конечно, не твориков. А? Конечно, не твориков. Нет, нет. Рекорд жерех на 5. Вообще есть. Хороший? Такой красивый. Взял, кстати, со 1. А, не знаю. Давай. Есть. Кровит прям. Кровит? Нет. Есть. Перекись, надеюсь, поможет Прямо здесь жерех вышел, отвалился на поверхность Начал выматывать, я начал выматывать Такой, где-то, пилот, полтора вышел, схватил и отвалился Прямо на поверхность схватил Сразу ушел Главное, чтобы он не залатил глубоко Он бы потешал, мы бы его завезли, но мне бы пришлось сюда ровно Сидеть, держать его Удачно мы решили проверить потенциально жереховый участок, где Миша поймал с первого же заброса трофейного жереха И впоследствии также увидели выходы рыбы за приманкой Были пустые поклевки и под жерехом традиционно стоял небольшой окунь Кстати, что интересно, это место одно из немногих у нас по жереху Где он мог находиться в придонном слое Стоять в толще воды И в данный день, когда мы нашли эту локацию Телл Спиннера составили серьезную конкуренцию Филькерам и Кастмастерам Также мы решили полностью зарисовать этот район Так как поняли, что жерех в нем крутится И искали изменения в рельефе и разнообразной структуры Хоть их было и мало, но мы их нашли Попускаем Давай измерим Давай измерим Весел Ну, ну да Ну да Пускаем Опа Нормалел? Пойдет Еще один жерехочек Давай только аккуратно его Такой вот Опа Его 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 Опа Пустой Разошелся Это что, маленький? Окунь? А? Маленький или окунь? Не, это же эрех Либо яйца Ну Меньше того, но Галавль Галавль? Галавль Первый Волжский Галавль Да Опа По старахтанск По старахтанску У, уже начал Галавли такие Если ловить Если ловить часто головля То знаете, что они любят этим заниматься Особенно если ловить его с лодки Вот, такие они в общем Засири Можно их так назвать Не знаю, как на Малой реке На Малой реке Мы их ловим редко Но вот на большой воде Да, возможно Они чем-то таким питаются И бывает Вот рыгают В лодке Бывает Сирят в лодке Ну, такие вот главли Многие его любят Но вот лично мне он за это Не нравится Но поклевки у него нормальные Спротивляется, конечно, не очень Что, поклевка? Да Вводим с Мишей ополокоряги крупные приманки Ну, такие 6-7 дюймов Коряги Много белия И вот плавают судачки Клюют Ну, такие вот Ну, опять же, 6-7 дюймов Средние крупные приманки Так можно назвать У кого-то это средние, для кого-то крупные И пока ни одной рыбы поймать не получается У нас уже было много поклевок Вот на такие приманки Ну, то есть Твистер, если растянуть, он получится длинным Виброхвосты тоже здоровые Кидали 7-8 дюймов На них рыбы клюют в Астрахани Ну, как-то не иссякается Вот 6-9 дюймов Бля! Отличный комментарий А, да Ну, Михаил такой человек эмоциональный Не, что-то это Нормальное было Ну, ты просто в дерево упил, нет? Не, я прям Потом После этого Поклевки Тяжесть нормальная была Но Не щука Ну, вот В общем Не затекает Ну, не получается поймать рыбу Очень много поклевок Ну, немного, но Каждый день стабильно Наверное, штук по пять есть На подобную тему Ну, если уловим на вот такие приманки Вот Такие наблюдения То есть Если пойти в Астрахани Берите на вооружение, что на такие приманки здесь клюет Но что-то с реализацией непонятно Возможно сейчас придет так А возможно у нас что-то не получается Просто ловим в корягах И... ну, то есть не повесишь на приманку Там дыраних в голову, дыраних в хвост Вот А судак, видимо, как-то вот аккуратно клюет И поэтому Не получается кто-то поймать Я предполагаю, что просто Рыба не крупная Из-за этого она Не засекается Ну, то есть Приманки Не вот чтобы огромные Но Тем не менее Я думаю Рыба Декила Если она не сильно активна Прикусывает Это хвост Мне кажется и здоровые Может и спокойно Ну, то есть Может и здоровые Но судя по По следам на приманке Рыба не особо крупная Ну, у тебя вот Нормально Вот сейчас, да Чего-то это Уперлась, но На резине я особых следов не увидел Вот Не знаю Но Место вообще Говоря Хорошо Подходит для щуки Тяга слабая Глубина 5 метров Пель Коряга Ну, то есть Все условия Я думаю При прочих равных Щука бы здесь была У меня сейчас опять был очень хороший дар Непонятно только чего Порезав новых не прибавляем Может бель так кажется? Сюда Может мы Забель Задеваем Не? Ну Снимаешься Ну, какая-то часть возможно да, но так-то нет У меня сейчас прямо это остановка была Типичная картина, которая встречается нам у нас на Нижней Волге Вот такое вот дерево Видны его очертания, да? И за ним балмо Прям всякие разные бели, разного размера, разных видов Вот Прям что-то здоровое висит очень Вот Прям очень крупные рыбы Мирные на Нижней Волге, да и самы тоже Вот Что хотел сказать Что в зонах со слабым течением Где, по идее, должна клевать щука Ну, если бы мы ловили бы Например, на Волге, на Оке То это прям было бы классное место Для Ну, вообще Совершенно разного хищника На Нижней Волге все Как бы отличается И здесь мы вот с Мишей увидели Ну да, увидели поклевки на крупной приманке Но Но-но-но-но-но Рыбы как-то нет И... Но ожидали гораздо большего Когда Увидели это место в лоховоз Так что что, какие выводы еще, Миша? Что можно сказать по этому поводу? Какие выводы? По этому поводу Ну, не знаю, у нас было Потому что мы наблюдаем на экране Потому что мы наблюдаем на экране Наблюдение о том, что Локальные места, как у нас на Чебоксарке Не особо работают То есть это Коряги Одиночные Какие-то структуры Не объемные А просто там, не знаю Пустые Которые у нас на Чебоксарки В принципе Являются отличными Местами для рыбалки Здесь Сколько Мы их находили Ни с одного Не было рыбы Здесь вся рыба Как-то Ну, была Но некрупная Некрупная И редкая Ну, вот прям Если у тебя На Бузане Это хорошо работало На Бузане, да А вот на основной Волке Здесь Такие Одиночные структуры Рыбы не приносят совсем И вот это вот Хоть и обширная структура Но опять же Поклевки оттуда Были Поклевки Нормальные Но судя по По зубам Которые нам оставляли На приманке Рыба Скорее всего Незачетная Вот Как-то так Я думаю Ну Не знаю Будем ли мы сюда Завершать В туре Или нет Но скорее всего Нет Потому что Ну Тенденция такая Одиночной Хищной рыбы Здесь нет Она Либо Сгруппирована В каком-то районе Либо Ну Просто-напросто Мелочь И все Это вот Наблюдения наши Такие По тренировкам Кстати Пока вот стоим Боковой скан Видно Сколько проходит Много разной рыбы Вот Это все Вот смазанные картинки Рыбки Ну и коллеги Тут тоже перемешку Потому что боком мы ее задеваем Но тем не менее Я думаю Вот видно Там всякие большие Тени Ну и рыбы Прям Очень здоровые Но даже Это еще не самый крупный Который нам попадался Это именно Пановчик Тренировочный день Подошел к концу Возвращаемся на базу Отдыхать Отдыхать Слайд И готовиться к добру Жрать И жрать Да Сочи Жрать Что ему Да Вот так и На взвешивание будет Миш, хватит рыбу мучить Что ему скажешь на прощание? Приходи к нам в туре На больше Разок в четыре Ну и норм Куда только не заходим Где только не ищем Очередная протока И новые надежды Найти Щуку, да? Щуку Ну и жерешка На выходе из протоки Такое Типичное место Которое у нас Работало Похоже Друзья Всем доброе утро Как вы видите Наш капитан спит Но это не мешает проверять Некоторые места И Пробовать ловить рыбку Собственно С этого места Поклевка случилась И Я еду дальше А наш капитан Продолжает Отдыхать В среднем Миша спал на час На полтора больше Чем я Поэтому приходилось Компенсировать недосып Таким вот способом Утром На тренировках Встали на очередное Щучье В кавычках место Но Льют стандартные Лястры Щуки нет Щука в астрыке нет Это миф Пока что Для нас А это У дома Примерно в эти дни В Астрахань пришла жара И судак стал клевать Очень странно С подвисами И аккуратными Зажевываниями На паузе Также в эти дни Обозначились явный Лидер по приманкам Которыми стали Паралоновые рыбки В размере 125 миллиметров И также Силиконовых приманок Это были твистеры С достаточно большим хвостом Паралоновые рыбки Паралоновые рыбки Паралоновые рыбки Кстати О чем и говорилось Проверили сейчас Несколько Закоряженных участков На свале И на одном из них Клевали небольшие Судачки Примешку с окунем А уже на втором Поплевок было меньше Но Миша поймал Хорошего Зачетом судака Под 2 килограмма Что скажешь? Такой вот Судачок Три Поплевки не было Одна взял Я думал Ну не зря он в пиявку У тебя это нет? В пиявку? Ну мой был в пиявку С одной коренькой Толстенький Просто толстенький Толстенький Без пиявок Хорошенький Поплевок Годится Нево Куда хочешь Куда и отправляй Можно в байл Похуде Куда хочешь Это и отправляй Ага Он Как это Три 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 Триньца Одна Такое вот судачишко Под вечер мы наткнулись на стадо толстолобиков Которые облепили коряги на свале с косы И также под ними стояли небольшие судачки Которые поклевывали на поролон Но плотность толстолобика в данном месте была заметно выше Илья тащит трофейного Понятно кого Понимается? Да У меня сейчас тачок Видимо надо Видимо не скоро надо будет, да? Походу Хотя посмотрите, что зарывается Ну, если бы это Был бы лоб, вряд ли бы ты его так Нет, быстро Бери, пожалуйста Не собирался пока Только потом А? У меня двух столбиков Сколько узнал? Я что тебя кормил? Что ты делал? Какие? Нет, да Можешь ли? Нет, просто не надо Смотрю 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok